Всем привет! Вы на канале Наша Шесть в Америке. My life is my life. В этот дождливый день, как это? Новости острые. Срочные новости бегущей строкой. Потому что страна готовится к Дню Благодарения. Везде чувствуется праздник. На улице валит дождь. Это вы еще не видели, чтобы было 10 минут назад. А некоторые все равно едут. Марина просила, чтобы я ей разрешил с поличь не идти. Но я жестко сказал иди. Надоела ты мне дома уже за выходные. У детей выходные. У меня даже каникулы получаются. Все дома надоели за выходные. Не дайте мне расслабиться. Так, ну давай, что там. В общем, сегодня мы хотим рассказать, как в загнивающей капиталистической Америке все помогают друг другу, как проходит День Благодарения. Я правильно сказал, да? Все же так говорят. Вот пишите, пожалуйста, обязательно сразу в комментариях, кто знает, что сегодня где-то в Беларуси, я не говорю про студентов. Азай, ты сейчас не прав, потому что там уже вообще День Благодарения. Подожди, ну хорошо, День Благодарения не празднует, что значит я не прав? Ну, я знаю, что когда-то вот бабушкам там еще вот там семьям каким-то типа на заводе там давали какие-то суп пойти на какие-то праздники. Помнишь такое было? Ну, я знаю, что вот папе давали, я это хорошо помню, как его. Вот. Ну, и моей маме там когда-то давали, там еще каким-то праздником давали. В коробках. То есть это можно рассмотреть как такую вот помощь какую-то, да? Ну, в общем, мы хотим, чтобы вы написали, вот, работает ли сегодня там в Беларуси, в России, в Казахстане, в Украине, во всех 15 республиках, откуда нас смотрят. Потом нас смотрят из других капиталистических стран там, вот. Хотим, чтобы вот вы написали, где кто кому как помогает. Вот сейчас случай в Америке конкретный, давай, конкретной помощи. Итак, у нас у всех у студентов колледжа есть своя почта, которая именно привязана только к колледжу. Сегодня, надеясь, что дождь, я решила ее проверить с утра пораньше. Ну, я просто думала, ну, вдруг кто-нибудь из учителей пробочки где-нибудь поставит. Вдруг тоже проснулся и подумал, ну, пиво, нафиг, переживут они без географии. Кстати, да, едем опять на левую географию. И, ну, там, от одного профессора сообщение, ну, такое, скажем. Рабочие моменты. Да, какие-то моменты там, от другого пришел, что оценирую работу, которую давно сдали. И потом я увидела, это приходит, у него, как бы, адрес такой, ну, я знаю этот адрес. В общем, с него идет рассылка вот прям всем студентам по-любому, что происходит в колледже. Если, допустим, ЧП какое-то, с этого адреса приходит ЧП. Есть там, ну, вот о койотах, когда койоты начали гулять по кампусу, постоянно оттуда шли предупреждения, там, что не собачки, не дружить, всякое такое. И сегодня там есть, вообще оно, получается, пришло позавчера, но я вам говорю, что я его иногда забываю проверять. Ну, вообще были выходные, мы ездили на выставку, и, в общем, было не до того. Обычно я его проверяю, честно говоря, раз в неделю, в воскресенье, потому что в воскресенье присылают очень важное письмо учитель по красу успеха. Там в этом письме могут быть всякие плюшки, типа, сделай это, получишь, за это экстракредит. Ну, в общем, что-то я думаю, было прекрасно. И... Короче, я могу сделать маленький губ, это модно говорить, спойлер. Из-за того, что кто-то не проверяет почту. Но голодным никто не останетесь, слава богу. В общем, написано, что для всех студентов из... Опять перемен. Из-за того, что кто-то не проверяет почту. Что? Кое-кто спас жизни в день. Да. Не проверяй почту, спасай. Ты ж не живую при тебе мочили. Ну, в общем, всем Эль Камино студентам разослана, что... Я просто должна зачитать, потому что я... От Сената... Выступает спонсором Сената... Сенатор Стивен Брэдфорд. Он представляет 35-й дистрикт. И он, короче, организовал раздачу более тысячи... Идеек. Которую можно... Всем студентам, короче, туда можно приходить. Ну, и вообще подходят люди из городов Карсенка. Ну, короче, наши города, которые рядом. Веречество. Да. Да. И еще там будет в течение какого-то времени... Как-то... Как ярмарка там... Ну, я себе это представляю так, как в школьных дистриктах это проходит. Там будет много-много палаток с разными медицинскими услугами. Они предоставляют Healthy Fair, где... Медицинские услуги, пожарники, полиция, опять же, все вот эти вот... Все службы... Там в основном будет, я так поняла, из письма написано, что будет большую часть этого мероприятия. Ну, избилась у меня, наверное. Ну, ладно. Covered California будет представлять, рассказывать о том, когда у них открытые даты для зарегистрирования. Как лучше найти свой... План. Подобрать. Covered California это... Страховая компания. Это страховая компания с различными страховыми планами, которые в зависимости от вашего инкома, в зависимости от вашего... От дохода. от состава семьи, они субсидируются государством. Ну, там, короче, вы приходите туда, рассказываете свои доходы, свой состав семьи, там какие-то... общие вопросы о здоровье, и вам подберут. Где живете, сколько платите, сколько зарабатываете, и на основе всего этого... Так, бренды, шменты спрашивают. В общем, на основе всего этого вам помогут подобрать максимально подходящий для вас медицинский брант. Ну, в общем, это я про турку хотела сказать, рассказала вам. В общем, наша турка... Она досталась тому, кому она больше нужна. Больше нужна, вот так нужна. Но мы бы, конечно, попытались ее забрать в семью, пригреть в духовке. Пригреем другую. Пригреешь ту, которая лежит в рамках. Кстати, не вложили в холодильник, она размораживает. Она не влезет в холодильник, кстати. Не вложили, все равно лежит в холодильник. Не заталкивай. Да. Ну, вот так. То есть, вот, хотелось рассказать о том, что... Подожди, зай. И я еще хочу рассказать про... Как идет помощь? Организацию, которая тоже очень много, где ее можно найти. Это при церкви организация, и они тоже раздавали индейки. Это я точно знаю, потому что эту индейку получала моя хорошая знакомая, девочка, с которой я учусь. Но они раздавали на неделю как-то раньше, по-моему. Потому что она мне об этом в понедельник не сказала. Ну, наверное, это кто, когда хочет, раздает в этом семьях. Смысл в том, что это делают, что людям помогают, помогают студентам, помогают малоимущим семьям, и даже не малоимущим. Там написано вообще, кто хотел, мог прийти. Да, здесь могли прийти, кому надо. Единственное, что просто немножко ограничено это было. То есть это вот к тому, что страна заботится и другие просто граждане. Ну вот, короче, тут раздает сенатор. Давайте вот... Сереж, давай скажи. Кто знает, как из парламента прямо вот... Я вижу этот, который хлопал. Как твоего фамилия? Он сейчас прям с этим президентом. Я забыла вот... Ну, короче, белорусы нас поймут, все это знают. Кто вот это знает, он поймет. Вот сколько он раздал, например, там банок горошка, готовит к Новому году, чтобы раздать бабушкам, блин, у которых пенсия, блин... Я же уверена, что этот сенатор, это не что-то такое из ряда вон происходящее, что скорее всего этим занимаются многие, ну, официальные, скажем, какие-то лицы. Так, по-любашу. Ну, не один он такой тут нарядный, кто нашелся. Так, подожди, вот эта женщина рассказывала, ты говоришь. Где? Потом вот это вот, где мы волонтерили, это коммунити... Это организация тоже помогает. Child или Child, как она? Child. Child. Она тоже раздавала. То есть, ну, в общем, идет праздник и все вот, как это сказать, не все, а очень много благотворительных таких вот организаций и акций случается и помогают, как говорится, всем и каждому. Вот и новости, так сказать, одной строкой и breaking news и все дела. Просто очень хочется узнать, вот как идет подготовка, например, к Рождеству и к Новому году, вот помогают ли, как... Ну, короче, я, наверное, только из детства помню вот эти вот какие-то, блин, пакеты. Слежно, наверное, помогают, вот я знаю, что помогают, кто обеспеченный, тем помогают питанием на маленького ребенка, когда, ну, ребенок до года. Ну, это можно написать, мы можем об этом узнать, это тоже хорошо. А вы были на канале Наша жизнь в Америке, она подвижала, потому что на географию есть, вы опоздают. Потому что на географию есть, вы опоздают. Магазин Walmart за картошки, которые нам не давали в магазинах. Да, покупайте нам все, что нужно, если что, пишите мне смски, потому что звонить мне нельзя, по крайней мере, сейчас. Ты нам сама напиши, что нам еще взять. Давай, газу. Все. Бай-бай. Все. Бай-бай. Все. Бай-бай. Все. Все. Спасибо.